Продолжение следует... После этой истории, скорее всего, у него не будет профконтракта. После этой ошибки ты должен понять, чем это чревато, и не делать больше таких решений. Всем привет! Это новый выпуск «Стола», первый в новом сезоне МФЛ. И у нас очень много сегодня гостей, потому что мы хотим обсудить весь тур. Много было сенсаций и много крутых событий. Но, наверное, прежде всего надо начать с истории «Чужие». И «Спартака» у нас сегодня стронг. Это лидер народной команды, болельщик «Спартака» Алан Гатагов. Ну, это просто MVP, мне кажется, этого тура. Сто процентов. «Чушь», который тоже старался выбить эту... Перебить, перебить. Ну, некий ты, Федос, который проиграли в этом туре. Чушь, ты не проиграл. Давайте как-то начнем с этой истории. Давайте. Я, наверное, в первую очередь хотелось бы выслушать уважаемого человека за поступки, которые он сделал на матче. И уже мы будем дальше двигаться по реакции болельщиков, настроению болельщиков, да, то есть и вообще всем делам, которые происходили вчера. Чушь, ты понимал, что будет такая реакция после футболки? Ну, я сделал этот поступок, потому что я хотел выразить респект болельщикам ЦСКА, потому что я болею за ЦСКА, во-первых. И мы играем плюс народной команды. Даже у них я в телеграм-канале даю интервью, потому что для меня это будет как дерби перед матчем. У них это есть на канале народной команды, вот. Для меня это как дерби, я играл за ЦСКА, играл за Амкал. Для меня это был принципиальный матч. И поэтому мы также снимали челлендж с Гасилиным, с ЦСКА. И Амкал проиграл в ЦСКА. Вот, и в этой компании Прокоп, я Гасилин, Левшук. Получается, я единственный болельщик из ЦСКА. И я решил на себя взять эту ответственность и показать футболку ЦСКА. Ответственность какая компания? Ну, то есть не ребята, что показывали Прокоп и Амкал. Нет, там было, кто проигрывает, тот... Ну, команда Амкал типа проиграла. В чем заключался челлендж-то? Челлендж? Да, я просто, ну, в чем заключался... Ну, Амкал играет против ЦСКА. Ну, вот они играют... Наказание, наказание в чем заключалось. А, наказание, ну, поднять футболку ЦСКА и показать. В том матче или только на нашем? На ваш. Хорошо, а там было условие обязательно бежать к трибуне и показывать ее вот в таком образе? Нет, а что так, какая разница, как вы ее показали? Ну, хорошо, я тебе просто объясняю, что ты выразил очень негативные эмоции, когда ты бежишь к трибуне, чужой трибуне. А что негативные, радостные были эмоции, и мы гол забили? Негативные, я имею в виду со стороны болельщиков Спартака, которые присутствовали. Вызываешь негативные эмоции. Так это же у них вызвали негативные эмоции. Я понимаю. Если бы ты это показал, условно, там, со своей скамейки бы, да, я думаю, что, может быть, реакция была бы не такая, это первая, да, и, соответственно, никто, может быть, половина людей бы это не заметила. Тогда это был бы не перформанс, логично. Я согласен, но увидишь, ты спровоцировал, челлендж перешел грани, я считаю. Это первое. Второе, что, как я понимаю, некие челленджи иногда согласовываются с командами, да, как вот цыгане вышли, условно, там, согласовал с Райзеном, например, он дал добро. Так и тут, как бы, предупредив нас, мы, может быть, как-то бы и проговорили бы там с людьми, руководящими на трибуне, да, о том, чтобы это, там, челлендж, чтобы они реагировали так остро. Еще очень хотел бы понять, чем я именно оскорбил вашу команду или ваших болельщиков, когда футболку в ЦСКА. Вы же, когда приходите на трибуну, играет ЦСКА «Спартак», вы же смотрите в футбол или что, вы закрываете глаза и смотрите только на красно-белые цвета? Нет, конечно. Ну вот, в чем проблема тогда? Просто ты пытаешься спровоцировать, какую-то эмоцию вызвать. Понимаешь, ты же не просто так побежал показать, не для себя ты это сделал. Ну, так я же не оскорбляю этим поступком, ничем. Я же не подбежал в спартаковскую футболку или с вашими цветами и сделал бы что-то некрасивое. Я подбежал с футболкой своей команды, с которой я болею. То есть я атрибутики, ни цвета ваши никак не зацепил. То есть «Спартак» я, получается, никак не зацепил. Я побежал с футболкой своей команды. Если бы я делал бы что-то с вашей атрибутикой, как, например, ваши фанаты, которые забрали флаг у мужчины и девушки, которые пришли болеть на наш матч, которые считаются подростками, ну, неважно. Давай ведем тут курс дела. То, что была история, что до конца никто не понял, что случилось, но болельщики народные, то есть болельщики «Спартака» вроде как отжали. Да, и это считается оскорблением эмблемы и оскорблением команды. Такое было? Слушайте, я до матча ничего не знал. Ко мне подошел в перерыве «Денбезопасность» и сказал эту историю. Я ему сказал, давай, матч закончится, я все решу, я узнаю, в чем проблема. Я не могу отвечать за 2000 человек, которые на трибуны приходят, потому что три, так сказать, та аудитория, которая пришла вчера к нам на сектор, это были и дети 15-16 лет, и взрослые мужчины. Я не исключаю, что это кто-то был, да, то есть из наших болельщиков. И я могу брать ответственность за них, потому что я, как бы, бывший там, и ходил на стадион, активным болельщиком был, да, и я понимаю, что это бывает. Бывает, может быть, кто-то что-то перешел грань, бывает, что кто-то себя недопонял, да, друг друга. Насколько мне известно, флаг вернули, этот, после матча флаг вернули, болельщикам он клал, это известно, я сегодня лично этим вопросом задался, хотел его сюда привезти, но мне сказали, что его вернули вчера вечером, сразу же болельщикам, разобрались и так далее. Поэтому я готов отвечать за болельщиков, которые приходят у нас болеть, и мы готовы их контролировать. Но, ребят, давайте как-то будем немножко вести себя в этом плане тоже адекватно и понимать, что, да, мы пришли, ваш, немножко, ваш мир. Как там многие, я прочитал много комментариев, я послушал много мнений по поводу всей истории народной, быдло-небыдло. Вы видите сами, люди все адекватные, взрослые, да, никому ничего не надо, да. Вы хотите хайповать? Хайпуем вместе с вами тогда, ребята. Если вы хотите там играть по правилам медиафутбол, мы будем подстраиваться под них, хорошо. Но ты спровоцировал, ты получил, так сказать, ту отдачу, которую ты, по факту, наверное, и хотел. По-другому болельщики реагировать не могут, потому что они не могут тебе поаплодировать, и ты показываешь болельщикам Спартака футболку ЦСКА. Это первый момент. Ладно, это мы опустили, в целом к этому уже там все как бы отнеслись по поводу, узнали, что это челлендж, ты проиграл, ты показал, окей, с этим вопросов нет. Другой момент, другой момент, когда это не попало ни в камеры, никуда. Ты лично передо мной стоял, я стоял на бровке, и ты лично нашим фанатам взял свою маленькую пипирку в руки и начал ее трясти, показывать болельщикам. Вот за этот поступок, я считаю, ты должен либо извиниться перед теми, принести извинения, потому что вот это некрасивый поступок. Смотри, вот ты сейчас до этого сказал то, что вы готовы принимать наши правила и готовы по ним играть. Если мы идем в медийку, то мы идем все вместе. Получается, во-первых, в поступке я показывал футболку ЦСКА, дальше у меня болельщики сплака, что кричат, чужой петух. Ну и что? Ну и так же у меня реакция идет. Ну что ты хотел? Так это же идет цепочка событий. Ну вот ты понимаешь, что ты спровоцировал всю вот эту ситуацию, которая произошла? Так у меня это нет претензий к болельщикам, которые кричат, пусть кричат. То есть это их мнение, это их решение, пусть делают, что хотят. Я на поле так же играю в футбол, так же реагирую. То есть это как-то, ну и получается, ответная реакция на ответную реакцию. Ну ситуацию изначально ты спровоцировал все-таки. Ну прежде чем мы продолжим. Нет, просто была такая фраза, что мы идем в медийку вместе, если мы развиваемся, если мы делаем какое-то шоу-перформансы, то как бы они делаются вместе, и они как бы, ну, то есть я же не предъявляю, что они кричат, это чужой петух. Там не только, когда там кричали и поверят, что много кричали. Слушайте, ну это уже, я тебе скажу так, что до футболки, я послушал мнение много, до футболки никакой реакции в сторону Амкала и болельщиков, и команды не было со стороны болельщиков. Да, да, может быть, это правда. Вот давайте так, что в целом то, что вчера произошло, это было все, произошло после футболки. И это кто? Виноват. Виноват ты. И сейчас вот эта вся аудитория... Так почему виноват-то? Это перфоманс. Потому что сейчас люди негативно выражаются там в интернете, готовы там чмырить друг друга, да, там уничтожать там и так далее. Ты считаешь, что это нормально? Вы... Ну смотри, хорошо, ладно, вы сыграли быдло. Вы нас вините, что мы быдло, пришли к вашему медиафутболу, угрожая вас повесить, хотя я вчера в первом тайме, у меня уши завяли, как ваш игрок, я не помню, кто это был. Он судью так хайл матом, там Жилинский ему орал, замолчи, а он просто... Вы говорите, мы быдло, да мы смотря на вас, на вашем уже земле, на вашей территории, смотрим, как вы ведете сами себя. Вы не хуже, вы не лучше нас, точнее, не лучше нас. Так я же себя и не окрасняю, ты же понимаешь? Я говорю, что мой перформанс, в ответ ваш перформанс, в ответ мой перформанс. Ну все, без проблем. Если бы, ну вот именно, так претензия-то у вас есть, у меня-то нет к вам претензий. И смотрите, если бы этого перформанса не случилось бы, сейчас бы у нас за словом это вообще бы не было. И обсуждали бы Слава Гатагова, обсуждали бы сейчас Егорова, и то, что ролик этот наберет столько просмотров, это, Алан, извиняюсь. Вот, если ролик наберет столько просмотров, это благодаря этому перформансу, и вы идете в медийку, и вы хотите получать эти просмотры, которые вы получили благодаря моему перформансу. Без проблем, я говорю, что мы с футболкой вопрос закрыли. Вопрос с футболкой закрыли. Он не настолько негативно для меня, вот именно, да, но когда ты меня трясешь пипичку, там, трясешь пипичку, Хорошо, ты после, вот когда вы выиграли, когда выиграли, ты мне кричишь, вот так стоит толпа амкался с народной команды, ты мне кричишь, давай сюда свою футболку, и говоришь, потом я куда-то убежал, я смотрю на тебя, и ты прорываешься ко мне, то есть я никуда не убегаю, естественно, хочешь, как, чтобы команда амкал разошлась, ты ко мне подошел и что-то мне подъел, ну, мне, конечно, такое невозможно. Вань, скажи, пожалуйста, во-первых, зачем тебе нужна была футболка ЦСКА, ты их коллекционируешь? Нет, я тебе скажу так, после игры это все эмоции, да, то есть хотелось бы забрать эту футболку, ну, как трофей, вот, дальше мы бы решили, что делать, ну, уже, я вам скажу честно, что после игры это все эмоции, да? Было бы клево, если бы вы ее разыграли, кстати. Да, на канале. Народная команда разыграла бы. Может быть. Второе, а вот история про пипирку. Да. Он, что, как, он достал ее и показал, или что? Нет, не достал, слава богу. Насколько далеко-то стоял? Вот, прямо вот, в пяти метрах от него я стоял. Но ты все-таки рассмотрел, что она маленькая. Да. Не такая уж и маленькая. Да, она же рядом. Я хоть и без очков был, но увидел. Прежде чем мы продолжим это обсуждать, хочу напомнить, что спонсором этой программы является компания FonBet. В закрепленном комментарии ссылка на регистрацию по промокоду Бро, вы получите 2000 фрибетов, играйте с удовольствием, мы продолжаем. Вообще, мне кажется, что в этой истории есть такое столкновение двух миров. Ну, что ты, ну, прям не хочешь понимать, и, ну, искренне не хочешь понимать. Ну, потому что я это делаю не на их территории. И ты, Стронг, тоже, в принципе, ну, ты пытаешься понять, но тебе тоже это очень чуждо, особенно вчера было. Конечно, это не хорошо. Есть перформансы, без проблем. Делайте челленджи там свои и так далее. Проигрывайте, там, красите себе волосы, ногти, что хотите делать. Но когда ты прям оскорбляешь человека этим самым, пытайся что-то доказать ему. Свой там, я не знаю, переспект. Так я не оскорблял, ничем я оскорбил. Не, ну, смотри, ну, тогда, если так грубо говоря, ты идешь, показываешь футболку. Что ты думаешь, какую ты вызываешь реакцию у трибуны, ребят? Ну, чтобы они увидели, что Амкал забил гол, и вот ЦСКА привязана к этому голу. Я таки типа, бля, вот он красавчик. Нет, ну, у них сгорело, но это перформанс. Как еще? Типа, мне нужно было как, что отпраздновать, там, в углу посетить, о, я ЦСКА, ура, ура. Я думаю, что здесь, в принципе, нет такого, что два мира сталкиваются. Ну, ты, ну, ты немножко не понимаешь. Ну, возможно, так я же говорю, я не понимаю. Ты немножко не понимаешь. Люди, пришедшие вчера на стадион, это не 15 лет, да, там, не 20 лет. Там действительно взрослые мужчины были некоторые, да. Ну, а для чего вы соединяете в медиафутбол? Еще раз говорю, мы пришли, а это наши болельщики, они пришли с нами. Они пришли с нами. А вы для чего пришли? Мы играть в футбол. Просто играть в футбол. Показывать себя. Ну, можно на КФК тогда заявиться, играть в футбол. Не переживай, мы сами решим, куда нам заявиться. Мы решили в медиафутбол. Хорошо. Да, мы пришли сюда. И мы пытаемся ваши правила, да, соответствовать. Ну, извини меня, давай играть, не будем переходить. Да, без проблем. Ты показал футболку, я тебе сказал, все, мы забыли. Хорошо, если я кого-то оскорбил с болельщиками Спартака, то, что я показал, взял в кулак яйца, я могу за это извиниться. Вот. Вот это самое главное. Вот этот вопрос и стоял у меня сейчас самый главный. С футболкой вопросов нет. Как бы его все восприняли, как бы, да, ты там болельщик в цветках, хотя у тебя в команде очень много людей, которые там болели, играли за Спартак, за Кадем. И самое страшное, что после матча их называли конями. Из-за того, что он показал футболку реально у нас. Вы помните, что наши болельщики еще не совсем привыкли к этому, да. Они чуть-чуть немножко отстранены. Они только впитывают. Я там полтора месяца завелся назад в телеграм-канал. Мне тоже неинтересен был медиафутбол. Меня когда позвали в народную команду, я сказал, конечно, я буду рубиться, биться. И делать так, чтобы мы кайфовали все. Да, мы хотим хайпить, будем хайпить так же. Не переживайте, ребят, мы подстроимся под эти правила. Но давайте немножко грани не будем переходить. Потому что я тебе правду говорю, что есть люди, которые могут это воспринять очень серьезно. Вот эти все выпады. Не в виде футболки. Да, ты показал, окей. Что с баннером? Я лично сказал, дай он запасов, я разберусь. Потому что мы готовы за это отвечать тоже. Я понимаю, что может быть это где-то тоже неправильно было. Потому что там 15 лет в данном трибуне. Не, не, это не может быть где-то. Это точно было абсолютно неправильно. Я согласен, я полностью с этим согласен. Безможет быть. Хорошо, что мы решили этот вопрос, что флаг вернули, да, там сказали, он чуть грязный и так далее. Я читал эти все комментарии, там, ребят и так далее. У всех там горит, да. Но, блин, я же не могу там, да, то есть каждого человека, который пришел, там, 2000 человек, там, за руку, да. То есть, а когда ты провоцируешь людей, а на центральной трибуне у меня ребенок был, мама, там, семья, да, то есть там теща пришла, дети там, из академии дети пришли смотреть. И, извините меня, когда ты вот это провоцируешь, вот эта толпа разъярена, она не понимает, и она пытается, да, там, что-то может прорваться. Хорошо, что там есть более взрослые люди, которые не дают это сделать, потому что они понимают. Насчет правил каких-то, вот, у Вани вчера просто был вот этот мем 4.19-4.20, потому что в процессе игры, я вижу, он бегает с абсолютно такими бешеными глазами, и говорит, где он, где этот чужой, я ему сейчас ебало начищу. И я потом смотрю интервью, просто, не, ну, лица никто никому бить не собирается, конечно, тут, как бы, мы все понимаем, все нормально. Я хочу, чтобы ты высказался, потому что ты человек из проффутбола, который идеально интегрировался в медиафутбол. А я здесь при чем? Ну, твой орган. Мнение со стороны. Мнение со стороны. Я не смотрел, мать. А, ну ладно, тогда продолжим. Ты идеально до подписывался, просто молчал. Не, ну, у Алана был момент, когда он как раз не стал сдерживаться, и некоторых своих, правда, футболистов, использовал приемы из карате. Просто, допустим, еще приведу один пример. Вот, допустим, играл Тудроц, да, с басом, и ко мне подходит маленький-маленький мальчик, и у него шарф Тудроц. Ну, я умельнулся, что он хочет с нами сфотографироваться. Классно, прикольно, конечно, сфотографируюсь с ним. Я же не буду ему говорить, блин, что у тебя флаг Тудроц, шарф, и я с тобой не буду сфотографироваться, но нет, конечно. Ну, понятно, о чем говорит Ваня. Ваня говорит о том, что, то есть, понятно абсолютно, о чем ты говоришь ты, потому что мы привыкли все жить вот в этом комьюнити, в этом нашем, с нашими какими-то правилами. Ваня говорит о том, что пришли они новые люди, а еще более новые люди для этого комьюнити – это их болельщики. Если там пацаны, которые играют плюс-минус понимают, то болельщики еще не все все понимают. И тут надо просто четко провести вот эту вот грань, как это все должно происходить. У нас всегда было здесь, что слова, кричалки, какие-то там возгласы позволены, ну, чуть ли не в любом количестве. Чего ты так смотришь на меня? Это не подводка к шутке какой-то. Я сейчас серьезно говорю, смотрят и любятся. Вот. Позволены плюс-минус там в любом количестве, ну, в рамках чего-то допустимого. Но мы никогда здесь, хотел сказать, никогда не переходили на рукоприкладство, потом вспомнил, казахстанские истории. Но в целом, глобально, то есть ту историю конкретно я, например, осудил. Вот. И здесь просто нужно проводить четкую грань. То есть даже вот эти вот все штуки, типа, амкал сосать с трибун, когда орали там ваши болельщики, да даже мы вас повесим и закопаем, то есть меня это не сильно, это, кстати, по-моему, было еще до футболки. Это какие-то из этих штук были какие-то... Знаешь, когда это появилось? Там была стычка Прокоп, когда у нас игрок Паша толкнул там, и вот эта стычка произошла первая, вот после этого. Ну, вот какие-то жесткие довольно-таки крики, не, скажем так, редко встречающиеся в нашем медиа-футболе, были и до истории с футболкой и чужим. Абсолютно точно. Они были. Да, пусть в конце первого тайма. Ты просто говоришь, что как будто бы это именно чушь спровоцировала всю эту жесть от болельщиков, но это не так. То есть были какие-то жесткие истории с вашей трибуны и до этого, но опять же, это создавало атмосферу, антураж по тому, что творилось на трибунах. Я стоял там рядом, я кайфовал, потому что это заводило и наших фанатов. Было вообще здорово. Но это ни в коем случае не должно переходить на какое-то... Даже не до рукоприкладства, понимаешь? Понятно, что нам этого далеко было. Разборки. Но мы, ни мы, ни наши болельщики не должны бояться ваших болельщиков. А это было. Было, потому что, видимо, вот эта история с флагом, видимо, какая-то вот штука, которая тянется там с давних времен. И не зря мы даже не смогли после матча, да, задержаться и пофоткаться, поблагодарить нормально наших болельщиков. Их увели, сейчас я договорю, их увели сразу же с трибуны и выводили впервые, на медиафутболе такое было, болельщиков выводили поочередно, как в профессиональном футболе. Сначала сектор А, потом сектор Б, потом сектор В. Такого не было никогда. Так вот, это как раз-таки, наверное, обращение к вам, к тебе, как к человеку, который здесь на стыке, как игрок и на стыке с болельщиками, вот провести какую-то работу, чтобы не было вот этого вот чувства страха. Ребят, я вас уверяю и готов гарантировать о том, что ни на территории стадиона, ни возле, никогда не будет рукоприкладцев со стороны болельщиков Спартака и тех, кто приходит за нас болеть, в сторону какой-то команды из медиафутбола. Это я вам гарантирую и готов внести за это ответственность какую-то. Потому что все понимают, все привыкают потихонечку. И то, что там кричалки, повесим. Я хочу попросить, чтобы болельщики других команд не воспринимали это как всерьез, не воспринимали это, так сказать, угрозу и так далее. То есть это, условно, кричалки, которые мы кричали и на стадионе, и эти люди, которые пришли вчера, они с возрастом, да, с опытом уже там фанатизма, да, они понимают, запугают где-то что-то, да. Может быть, это немножко неправильно. Там аудитория, которая приходит на МКАУ, более-менее там детишки, да, ничего такого, я вас уверяю, не будет. Потому что все понимают, что будет за это нынешнее время, все-все прекрасно понимают. Поэтому кричалки, это, наверное, один из атрибутов основных, и это футбола, да, то есть без кричалок, как и тот же МКАУ, кричал в адрес Спартака, там что-нибудь там, ебать, Спартак, условно, да. Но это же они не будут звезды делать, правильно? Ты только что сделал тизер, спасибо. Вот, ты же понимаешь, и поэтому, да, да похуй я. Поэтому я вас уверяю, никаких болельщиков там, тут рост, хоть они там и близки их ЦСКА, да, там, как я понимаю, с тем, что они сыграли какой-то товарищеский матч в свое время, и они как-то сблизились, может быть, больше, да. Вот, то есть никаким болельщикам, болельщики Спартака не придут, и никто не будет на стадионе и рядом. Извините, пожалуйста, я не... не расслышал только, что кричали болельщики АМКАУ вчера. Они кричали вперед АМКАУ. Правильно. Чушь. Ты не опасался в какой-то момент, что это может привести к тому, что, окей, неорганизованные болельщики, ну просто вот какой-то болельщик Спартака, который увидел это в интернете, найдет тебя, ну и что-то с тобой сделает. И что происходило в твоем директе, расскажи, пожалуйста. Слушай, ну мы живем, к счастью, в 21 веке, не в 20-м. Ну какое-то, да, опасения было, но не прям глобально, что я там в угол зажался и не выходил из дома, то есть такого не было. Директ, ну процентов на 70 был за меня, потому что у меня больше подписчиков ЦСКА, потому что, наверное, из-за этого. Ну и процентов 30, конечно, болельщиков Спартака, да, тоже негатива. Что, какая самая жесткая реакция, которая у тебя прилетела за сегодняшнюю ночь? Слушай, ну я же давно в медиафутболе, и у нас из Тудросс такие были, ну перформансы разные, то есть много такого хейта, я уже, наверное, как-то привык к этому и особо не реагирую на это, понимаешь? А так, ну да, писали, типа я тебя найду, там тебе пиздец, осерегайся, ходи там, смотри. Мне кажется, это могут каждому написать, и поэтому, да. Ну да, мне кажется, это обычка. А скажи, а не было внутри спартаковского движа вашего каких-то разговоров, что реально там, ну, может быть, какие-то особо ярые болельщики хотели как-то отомстить чужую? Да нет, конечно, ребят, ну вы что, ну издевайтесь. Вопрос только с, вот я встречался сегодня, был на регби, ходил на Спартак регби, виделся с ребятами, которые были вчера на саде, они, я с калку я еду, попросили там дать леща и так далее. То есть, никакого-то там, понимаете, ну никто не будет там трогать, все понятно, да, то есть, блин, ну зачем это надо, для чего, кому, кому мы что докажем? Я сильнее стану. Нет, почему, вы докажете медиалии, что возможно позвать вас была ошибкой в таком случае. А, то есть ты этого ждешь? Нет, нет, и это я тебе говорю, кому мы что докажем. Вы знаете, самое главное, что мне кажется, сейчас под микроскопом народную команду и болельщиков будут, да, какую-то там ошибку и будут рассматривать как это ключевую, соответственно, попытаться это вот выкинуть, да, из медиафутбола. Нет, ребят, мы пришли, мы хотим играть в футбол. Да нет, я бы не сказал. Мне, кстати, очень понравилось, как болели болельщики. По атмосфере вчера было? Тоже сам хотел сказать. Никогда. Нет, возможно, условно, 2 мая там и на каких-то там в Одинцово тоже. Торо мая! Вот, было. Сначала правый прыгнул, потом в левый, передай своим. Вот, вот, ну, потому что Ромае было реально больше всего болельщиков. Мы столько не собирали потом на наших матчах никогда. Вот в чем дело, почему я про этот матч в первую очередь. Слушай, это очень круто мотивирует, я прям вообще офигел. Стронг. С Ромае? Нет, вот, когда был матч с народной. Нет опасений, что, ну, я просто вчера видел, когда трибуна заряжала что-то, сотрудники правопорядки, они прям напрягались. И нет опасений, то, что, ну, могут не пустить на следующий матч только болельщиков, например, или скажут вообще, типа там, ну, снизят квоту, еще что-то такое, что начнутся проблемы. Потому что, в случае того, что фанайди сейчас, и получается, вот медиалига такая отдушина. Да, ну, а что они сделали, чтобы цензура была? Ну, а что сделали, чтобы вообще ввели фанайди? Никто не знает? Ну, там само были разные движения. Давайте так, наверное, все-таки в законе про фанайди есть определенный перечень, наверное, мероприятий, под которые они идут, да, то есть, я думаю, что медиафутбол туда не входит, даже на тот же хоккей не нужен фанайди, например, да, к хл все ходят без проблем. Что касается правоохранительных органов, конечно, это, наверное, может быть не плюс, а медиафутболу, да, то есть, и так далее, но, по сути, ну, мы тоже хотим при болельщиках играть, но они вот такие у нас, они, они такие, они, 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 нет вопроса, вопроса, нет ли опасений, то, что сейчас, есть опасения, ну, типа, мы не можем, чтобы приходилось столько много болельщиков, есть опасения, а спартака, это, есть опасения, но дело бы, я не знаю, чужбу показал футболку, и после этого все фанаты бы выбежали на поле, остановили бы матч, и у нас был бы прецедент, но это же не произошло, это не произошло, в любом случае, да, ну, хоть и злятся, но они понимают, конечно, они, знаешь, но у нас просто часто делают, ну, предмеры, перестраховываются, да, и люди, ну, так сказать, в органах, они давно уже, да, то есть, следят за спартаковским движением, да, то есть, и они контролируют его, и они приезжают даже на те же турниры, футбольные, которые проводятся спартаковскими, болельщиками в манеже спартака, и приезжают, там, два, там, автобуса, там, условно, нарядов, ОМОН, и так далее, поэтому люди, органы, они все равно в любом случае будут, да, вчера, как говорят мне ребята, мы заходили, не было практически никого, а после матча я выходил, очень много было автобусов, с полицией, полицией много, ну, понятное дело, они, у них главное, это безопасность. Но при этом это охуенная возможность как раз показать тому же РПЛ, что, не РПЛ, ну, там, государству, что вот ребята ходят, болеют, и они просто поддерживают свою команду, отдают за это свои эмоции, ничего не происходит, поэтому... последних лет это было очевидно. Если обратили внимание, я считаю, что все прошло без пиро, пиротехники, да, хотя это очень многие хотели сделать, но есть договоренности там с Николаем Осиповым, что пиротехники не будет, да, потому что это сразу будет, как бы, нонсенс. я не подумал даже об этом, а это тоже на самом деле респектно. Вот, поэтому все это все понимают, как бы, ждем Моргана теперь на каждом матче, наверное, нашим, по-любому, потому что у них есть цель, да, то есть у них своя работа, что, сделать безопаснее. Уже сегодня утром вышло заявление Амкаловской ультры. Да, я читал. Я хочу процитировать. Фанаты народные, не забывайте, что вы здесь не на своей территории, и будьте любезны соблюдать устоявшиеся правила, или оформляйте фанайди и валите нахрен. А может нам, пожалуйста, получить эти правила на бумаге? Есть они или нет? Ребят, вот я вот когда читаю вот такое, мне вот смешно в интернете, это честно. Вы пришли к нам на территорию. Да, мы пришли в вашу немножко структуру. Я имею в виду то, что вы когда-то предъявляетесь за что-то, вот такие вот устоявшие правила, которые у вас тоже не написаны. Хорошо. Типа они... Хорошо, ты привык вот так хайповать, но не отвечать, например, да, там, не встретиться. Я, знаешь, как я говорю ребятам, там, иногда переписывать, да, с теми же подписчиками, я говорю, поговорить, ты будешь бить. Бля, ребят, вы что, совсем дебрин. Да нет, поговорить вообще просто нет. Что такого, если я... Ну, вот я же говорю, что люди воспринимают, когда я пишу, пообщаться, поговорить, они воспринимают это все. Значит, он ему будет бить его. А что ты ответственность, какую будешь чувствовать? Да зачем мне это надо? Вань, Вань, ну, это же почему происходит? Потому что у тебя есть некий бэкграунд такой. Какой? Ну, вот такой, вот история тебе ходит, что... Какие истории? Бывали случаи, что ты участвовал в драках, я бы так это сказал. Ну, ну что, мы глупые на отрицательность. Это надо доказать сначала. Ну, мы сейчас не будем в это уходить. Давайте не будем, это вообще не касается этого. Вот. Ну, ты не понимаешь, как будто бы, почему так происходит? Я тебе объясняю, почему так может происходить? Потому что у людей есть, вот такой, ну, за тобой, у тебя есть такой бэкграунд. Сто тысяч подписчиков не знают этого. Ну, в принципе, у чужих есть бэкграунд провокатора. Сто тысяч подписчиков не знают, потому что ты знаешь. Откуда они могут это говорить? Сто тысяч подписчиков не знают, ты знаешь но они не знают благодаря тебе они теперь узнали но фидос такой вырежьте пожалуйста это понимаете и я взрослый человек у меня есть семья ребенок и я не буду не приходить к нему и выяснять ему давать лещей там или по морде и так далее медь не надо я хочу пообщаться и у него выяснить почему он так делает для чего он так делает я хочу получить от него ответ и я стараюсь все проблемы нынешнее время решать дипломатично вот мы встретились вот он извинился за свой поступок даже не за футболку я говорю сейчас не за футболку ты молодец ты растешь потому что ну в 24 года я тоже был такой может быть немножко безбашенное свое время мы сейчас растем и люди которые старше они мудрее становятся и ты когда чуть поздоровеешь ты будешь тоже мудрее да у тебя может чуть и жизнь изменится так далее но я никогда не буду в руку прикладываться вам приходить специально драться понимаешь если мне скажут давай начало будем рубиться и хорошо давай рубиться я никогда не первый начинаю драку все и никогда никому вот что кто там пишет там это вот люди которые 15 лет сидят за компьютером 100 тысяч подписчиков болельщиков там приходит 500 человек пришло из там 20000 да я понимаю там регион и так далее у кого-то нет возможности прийти там мама родители так далее позднее время но вот эти вот подписчики они вам пишут и нагнетают это я уже с этим смирился я даже знаете как как ты говоришь привык к хейту да я за два месяца к этому привык вот и все я не обращаю внимание потому что я взрослый человек я понимаю куда я пришел что мне делать чтобы было с чужим если бы это произошло 20 лет назад слушайте ну и было бы наверное пришлось бы немножко это по-другому разговаривать в общем ладно это считаю что главное чтобы человек понимал да что и когда он делает и смог потом ответить за свои поступки это но это красить в первую очередь мужчину отличает ну для меня так все я на косячу я приду извинюсь но перед кем сейчас можно сказать что конфликт улажен и то есть ты у меня спрашиваешь ну да ну давай да мы там я сейчас смотрел конференцию где игроки мк вы были наши ребята там сидели все все понравилось все всем довольны да то есть и по кричалкам там вроде ничего все уже и мы по поводу там чужого и меня там да то есть вопрос сейчас я надеюсь мы закрываем вот я ему не пожал руку перед тем я ему сейчас жму руку и ну надеюсь что все будет классно в дальнейшем у всех вопрос еще по нашему матчу у вас в команде за победы положено премиальный слушай мне предложили деньги в начале еще когда там подписали уже контракт со спонсором мне предлагали деньги я отказался то есть я пришел к парням к учеру к ладу который меня позвали там в октябре месяце я пришел просто ради души и ради эмоций я еще год назад играю в оффл за зал спортивный за свой где ты снимаешь эти ролики и был джим вот у меня много друзей там тренируются родили про тебя справки до садилами есть программка интересная можем все поучаствовать с тобой ну алима-ба вот и я платил деньги за лфл чтобы поиграть ребят 300 рублей мы там за каждую игру скидывали до команды а тут ну история такая я всю жизнь мечтал играть 11 на 11 это моя мечта с детства у меня нет профессиональной школы я там с 9 лет болею за спартак да там меня брат приучил все или меня большой футбол все и когда мне вот кучер вот там говорит тронг чё как тебе я говорю я готов я буду залетать а почему отказался все равно если предлагали слушай я знаю ситуацию спонсорскую да я вам скажу так самый маленький бюджет этого народной команды в лиге и когда мы понимаем что нам не хватает денег там на съемки какие то да для меня это было важней чтобы парни куда-то пустили побольше деньги туда поэтому я отказался я знаю что несколько ребят тоже по-моему отказались вот у нас есть там ребята которые там футболом живут да я их тоже понимаю кто взял деньги это это их личное решение и никто их там не будет я пришел к парням с трибуны и готов просто на поле выкладываться ну а просто к чему вопрос был собираетесь ли вы выплатить премиальные прокопу прокопу слушай ну прокопу дал такую пушку нам сначала конечно я ее не видел сейчас трибуну слушай ну это футбол многие статистику начали обсуждать тоже но это же футбол не только стоит из ударов по воротам да мы как и видели это футбол это борьба желание характер и тот же фарт то что прокоп кинул там свечу себе ворота ну это просто дело случая ну это уже не случайно но в целом если бы он специально забил может быть поговорили вам подытоживая по народной я дико кайфую что появилась еще одна такая команда реально с болельщик но пока народная скажем очень всех новичков как будто бы ярче всего себя проявила но честно честно потому что мне кажется что народная проявила себя даже ярче баса именно по вот бас точно на втором месте сто процентов не знаю хотя может быть это из-за того что я был непосредственным участником этого матча я был на обоих матчах мне очень понравилось на басе но народная именно за счет болельщиков и трибуны ну ну она вывезла ну да и то что там искренне любовь есть вот в команде спартака и вот люди этой идеей объединены это вообще кайф ну и концепция есть у команды да болельщики спартака играют в спартак это круто когда у команды есть какая-то я так понимаю что там еще и идея в том что футболисты спартака должны приходить если они могут болеть за они должны команды слушай да был литвинов был классен и милешин был да то есть они заходили на трибуну и были у нам раздевалки в перерыве поэтому в целом да у нас многие не проводят почему-то параллели со спартаком почему народная спартак но кто-то либо историю бы сиб зал бы они вы поняли бы да углубляться туда не хочется но мы одна семья одна команда все это самое важное поэтому есть поддержка от футбольного спартака небольшая но она есть не финансовые да соответственно есть вот поддержка игроков кроме джики соболева то есть у вас будет серия из нескольких поражений подряд будьте готовы что футболисты к вам на базу приедут футболисты или болельщики футболисты но они же за вас болеют на лист спартака пусть приезжает моя рада их будет всегда переходим к вашему матчу это тоже было очень круто алан ты просто я перебью можно секунду прям я настолько был увлечен последние минуты минуты игры что я заправки уехал с пистолетом игры баса и здесь не в кармане машине где пистолет заправки приги и я в раме я пишу типа бас забил я включая трансляцию сажусь машину пью поворачивайся пистолетами торчит в этом за баки ну короче вот так вот что с тобой произошло это было невероятно я хотела выиграть то дрот со слан три года их не выиграл но расскажи все изначально про свой образ ты вышла как что-то между португальским итальянским тренером потому что у тебя была повязка и и уносит по-моему только португальцы а эмоции как а при этом это было просто просто киеллиния я не знаю то ли это не отсылка к португалии а как отсылка к россии матушки все все здесь такой максимально спокойно максимально вообще я уже не могу у меня горло там прям такие эмоции были нереальные самое интересное что я знал я тебя знал всегда и вот именно таким максимально спокойным силаком мы с тобой когда там снимали за мой звено летом прошлым летом ходил такой вот и сейчас вот и сидит вот это да вот человек которого я сдал и что творилось там на бровке но это это было очень необычно неожиданно спросил сегодня это что на игре но все был не я ну то есть там было не чай даже смешно что не чай устраивал у себя в телеграм-канале кто более эмоциональный сослан или алан опрос и в начале матча это было лидировал с аслан там сатурю а к концу матча результат опроса до поменялся то есть люди там кто-то переголосовал возможно или как раз пришли те кто вот смотрели матч в моменте и ты победила слышит вы еще не видели в прерыве как он заряжал меня микрофон на франке снимал я был в раздевалке блин это было нереально круто короче стоит олан загоняет всю команду по очереди в раздевалку прям максимально вы все молчите просто резко хлопают дверью и там просто дичь ну учу же у тебя же есть видос говорить было только я я всем советую посреди видос потому что это вообще шик что случилось как это произошло просто с футбол матч назначили главным тренером вас и до ослана предложил бы тренером и мне хотелось у нас еще внутри так войны конечно же тренироваться там еще были некие споры там по тренировочному процессу изнутри мы еще играли перед с народной командой я я отсутствовал две недели назад но там была пересадка в лозда я делал и имя отсутствовал на чем неделю а почем потом дамка там здесь москве на никуда ехать на не пойду извини обращайся и перед матчем не неделю отсутствовал и вел там же процесс нам сослана ему еще помогал то там сам кажется вел да и они готовились к народной команде который матч воскресенье у нас матч и в субботу мы с ослана созвониться ну все давай ты уже это делегировал обратно все и я приезжаю на матч и у них был план что играет весь основной соспрофи все играют тасс но профики медийные все играют основные в общем они просмотровые у нас и плюс у нас большой сейчас там до 47 человек у нас команде так как мы планируем играть на два турнира вас позвали на мкс нас пока не звали нас ослана маратовича был разговор герман герман приезжал в офис и вот как раз тогда и туда случился трансфер фанки в команду но и я подумал что так мы играть не будем я знаю что ты дрот с опытные там ребята и нет викторич он будет смотреть могут надо спокойненько это прикормить и мы я поставил другой состав нас вознесли 4 1 все вообще другую схему поставил силу под все наоборот делали того чтобы знаю что знал что будут смотреть в общем вот так немножко слил тут матч товарищески что она нельзя же сказать что это окраска повлияло на игру это что ты слил тот матч и потом мы играли наш матч и о боже фк бас побежал в такие невероятные атаки у вас в целом но ты пересматривал матч у вас было я сейчас первый удар поворотом во втором тайме формули и гол это второй удар поворотом то есть целом у нас было дикое преимущество в фк баса вообще речь идет о ничем выделялась речь идет о другом о становлении с ослана ой алана как тренера поэтому подожди сейчас тебя будет момент здесь никакой случае я тебя не задеваю мы сейчас вернемся мы так как я прикормил там матчи обманул всех на и комьюнити в том числе да что ну так для того чтобы нас недооценили немножко у нас мы все вот у нас так как нас спонсором пока решалось денег не было все мы в итоге неделя пришла хорошо начали тренироваться я убрал кто у нас были свои там внутренние понимание старичками и все готовились 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 там я сам лично смотрел тут родцы как они играли с цска и последним дождиком их посмотрел понял что все в наших руках и до последнего верил знал что мы победим так вот скажу я знал что что мы обыграем тут росту что то что творится у них сейчас внутри я к ним не лезу это чужая семья это неправильно лезть туда я сказал мы можем этим воспользоваться сейчас чем с крапом или что вообще вот даже скрапом скрапом я лично видел сяда же он мне позвонил на папе он говорит омыш так он пока к сослану позвонил я сказал только вот если крап и володя будет вместе то есть это невозможно не понимал что володя ездил к маме в курск папе к семье своей там даже мама плакала вроде что вы только вот чтобы все у него хорошо было да и так такая история поверил володю и вот почему ты в него поверил он талант хороший парень талант и просто знаете где там где он был этим людям самим нужны тренеры кто там да им самим нужны няньки наверное знать что здесь вот ребят есть кузнецов да дмитрий викторович там тоже ну и там дисциплину как-то плюс-минус держит но к сожалению крапу инструментов они не могут найти так скажем он управляем в целом я посмотрел с пацаном пообщался он просто требует внимания к себе претендует на внимание надо ему просто направить его правильно и все а зачем тебе сослан потому что его отстранили ребята на два месяца и изначально да изначально я пришел что делать как я понимаю что если он и володя будет вместе когда я взял а4 бумагу и написал давай плюс и минус известен твой переход вообще в другую команду он звонил обсудить возможности его перехода ну да я говорю смотри это у нас денег нет мы платить тебе не можем мы тебе можем дать футбол плюсы твои игровую практику я тебе дам но в случае тем чтобы зима денег нет мы тебе не дадим минус то что ты будешь и плюсы то что ты докажешь ребятам что ты исправился и через два месяца возможно эти одну примут и уже будет скажу вот краб заиграл там начнешь забивать играть тебя примут ребята обратно минусы то что там денег каких-то не будет и не будет челленджи у тебя наверно с ребятами перейдешь в аренду это было до володи еще нет это уже было после это был за среду это было да то есть ты готов был соединить их вместе но я хорошо к ребятам отношусь нет нет а соединить вместе вот это вот я я пошел это был риск мне звонили не надо не надо не надо сослан был против вообще все были против ребята все кто там остались в руководстве кто еще ребята и что там с нами они говорят нет не надо это но это это невозможно я бы я справлюсь я справлюсь ребят я дам два месяца и так получилось что мы благо ребята молодцы так скажем вписались за него и оставили даже на риск у нас пошли на риски с деньги свои дали и еще не отдали но дай бог чтобы не отдавали да ну ну близко есть как есть да по поводу володи все вот видите все результат на лицо ты сказал по поводу володи что там где он был ему самому нужны няньки а это что-то им самым и многим многим а многим не только касаемо володи это сейчас не просто людям да потому что ребят нужно все равно именно что управлять молодые ребята и мне когда-то слышу сразу думал почему-то про тюрьму где он в салихарде был или где там кто да нет 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 я другом там где он был можно договариваться со всеми вот сейчас договорились как-то нашли общий язык все что касаемо игры понятно они могли забить насколько там да там мы могли тоже что-то сделать ну как получилось так получилось но сейчас еще финализирую володя ты по-любому видел стол здесь с ним ну хотя бы отрывки как он общался с райзеном это же медиа футбол да но секунду пора ну а у тебя нет опасений что у них тоже сначала все было хорошо что потом это выльется вот такое же володя у меня бесплатные игры кстати важный момент реально володя мне играет когда спешил он пришел говорят давайте мы контракты там все это начнут и слушать нас там ребята да я гнездового своди сели володь играем играем бесплатно играешь бесплатно вот я первый матч 100 дротс готовишься кто дротсу следующей неделе будет следующей дилемы ставят там задачи ходу вас играешь дальше будет видно ни одной тренировки не на один сбор сбор бывает и в 9 30 и 10 он приходит как и все все раздевалки команда там с ним пообщалась там ребята тоже ну я в раздевалку не захожу по что раздевалка это для футболистов дальше не имеет права заходить раздевалку 3 конечно на тренировках на тренировках нет это их раздевалка но может дать и там когда там замену если дождь сильно идет где-то надо провести собрание такое встречаю да да у нас я даже вот час когда раздевалки когда-то матч был я там остановку помнишь а в футболе также ну да это правильно так и должно быть но это другая это другая планета ж занимают 2 место обращать обращать поможем по поводу стартового состава на тудрос мое решение крутое решение что вышли все медийные почему вы так не делаете и почему ты принял решение так сделать давайте на тебя начнем но мне хотелось сделать такой как перформанс что ли чтобы вышли вот изначально живой можно сказать что вы вышли вот медийный футболист по что это медийный футбол понятно что все бьются за результат но мы немножко подзабыли что это медиа футбол здесь надо немножко делать шоу мы вот вместо там каких-то баннеров все остальное вот решили выпустить живых наших легенд но получилось они не пропустили они я скажу и даже лучше да лучше чем те кто потом вышли никто не думали так но играли у нас все ротация была кроме вратаря все вышли я дал первые два сезона так делали а сейчас мы можем так не делать и все равно 60 тысяч зрителей да не смотрю я думаю вряд ли они смотрят вопрос не про онлайн а просто ну у нас все мы уже пришли на такой уровень когда и кубок россии и там матч из цска что знаешь тренировочный процесс он честный и викторич не может такой взять и поставить там условно big smoke и когда идет цикл и ребята готовятся конечно можно было бы если бы нам ребята сказали давайте сыграем там первые пять минут чистого времени медийными то там за неделю до матча я думаю мы могли бы спокойно договориться и выпустить нам баба и вами же невозможно договориться с ослана сколько знает он говорил вам давайте сделаем челлендж вы говорите по десятке но хотел с ослана через балу было это да с ослан сказал пошли не нахуй ну а почему к вам должно быть какое-то особое отношение но мы челленджи делаем можно бесплатно как-то сделать но не ждаем все как бы этому хотели как вы же говорите вы при этом если мы к вам обратились опять сказали на про меня за деньги ну да пускай медийный за день но я просто не понимаю это ведь викторич как викторич как относится к вот этим историям с выпуском медийных например он он с ним можно на эту тему договориться но поговорить точно можно ну например когда вот вы сказали играли он спокойно отнесся к этой истории или он сказал не у меня профкоманда я хочу играть спокойно конечно если он говорит если вы договорились то конечно можно начать так но оказалось то будет тоже наебал там молясь но я думаю ты не сомневайся мои порядочные если ты сказал для кого очень хорошо отношусь еще раз повторюсь да и для данных вам тоже ну так что да так что здесь если можно можно как-то это заранее договариваться наверно договариваться у нас возможно грядет такая достаточно уникальная история с первой дисквалификации за слова мфл по моему лице дима карта выскали про то что возможно дима и горов будет как-то отстранен за свои высказывания в адрес судей и ты алан и он же извинил сразу слушать и алан и с ослан тоже достаточно резко высказывали по судим что в принципе ну привычно в медиафутболе как ты считаешь заслуживает ли дима дисквалификации и я не знаю что он тут но чтобы вот я просто я объясню но ты заслуживаешь допустим свое поведение нужно ли дисквалифицировать людей за то как ведете себя вы с аланом с осланом на бровке это запомните все рабочий процесс но когда в этом суде что вы скажете ну это нормально ребят тоже все все кричат сбровки нормально я после игры подошел пожал руку главному тренеру пожал руку судейской бригаде развернулся и ушел есть тут перебор что здесь может служить перебором давайте правильно хорошо что надо сделать ну если карточку покажет красный судья я развернусь и уйду правильно да будет наверно логично на самом деле вчера я говорю в игре у меня уши завязали когда игроком кава гринь с боковым не гринь не гринь скорее всего там да по моему маурин скорее всего ну это просто невыносимо было слушать это вот ну что человек хотел донести до судей что он если плохой человек но это вот за это вот на желтую сразу вы там просто не останавливался поток мата каждое слово ты такой сякой ну я не знаю как дикость какая-то для меня нам говоришь ему мы быдло игроки также себя ведут по факту их смотрят вот у вас болельщики да ну блин я не понимаю этого да такой поток это хорошо болельщики как бы заглушили это все да то есть не было слышно а не будет это была бы игра там допустим на втором поле и вот так вот человек там орет да это на всю страну там 60 тысяч человек подпили кто там смотрит зрители слышат это все есть это дикость я понимаю эмоции можно где-то там сказать пару слов да то есть как бы вот это вот выразить свое да там словаки да а вот это понос такой он уже знал наверное что наш матч на ютюбе не показывают поэтому да слушай у вас болельщики но они же с ромбурс на понятном деле это более индивидуально нас очень много разных людей я вот один по характеру федя вообще другом нас и конфликты между собой бывает он там со мной не согласен я там с кем-то его не согласен это такой больше вопрос наверно к вася маврину и то что к его ну я просто в целом ситуации не гуне как я в целом что это вот вообще как бы это это очень дико для меня вот такое ну касаемо футболистов это точно просто абсолютно должно оказываться конкретно судьей ну да решаться этот вопрос должен то есть бывает разговор с использованием матерных слов просто используем это ну который используется в без оскорблений но ничего вопросов нет мы тут взрослые люди но так бывает вот хотя возможно хотелось бы и чуть уменьшить их количество а когда идут оскорбления с использованием матерных слов да ну судья наверное просто должен сам это не мы здесь должны за столом судья или мы должны там не вася на поведение в данном случае обсуждать или не только вася на поведение но и поведение судьи в данном случае почему он допускает свою адрес такое ты закончил мыс но здесь она может быть как бы регламент так регламентирует не обращать внимание еще можно дольщика негатива добавлю дольщика лан так все круто мне обидно за фанки блин они взяли фанки они взяли его для игры или может быть это же транспорт произошел с володей уже он стал мне интересен фанки объяснял что он пропустил несколько тренировок не интересного тренеров слышать типа он же играл фанки тоже выходил заходил здесь у нас ротация на все играют ребята и знаешь как бывает у меня как кто впишется был кто больше данным нас здесь сейчас пишется тот и что-то остается на поле то вы начинают выпадать этого быстро меня а стоит ли ему ожидать больше игрового времени или игрового вытаску на не знаю у нас так пока вот так вот сколько заслуживает фанки игрового времени я бы ему давал все 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 90 минут пожалуйста договорились я бы давал я бы давал но насколько будет готов понимаете я понимаю что вам нужен на выходе нет нужно же вам еще интересно если он играет он нужен и уже играет ну вот интересно ну на данный момент пока что вот лишь он пропустил он учится он пропустил когда если будет функционально готов он будет играть больше алана спрашивал у куртуа что случилось в моменте с голом потому что вроде как там не было рикошетов реально да кто полетел так мяч ну не знаю что случилось они нас не спрашивают я еще не видел после этого манна волшебник потому что ну реально вот как будто бы он летел залетел если не в него но рядом прям совсем очень довольно странно там сыграл не тебе а кому еще не тебе а кому ну и все уже людей на лан говорит что даже со стороны видно что у вас что-то не так что не так не знаю вроде по игре была полная доминация чистый гол не засчитали какой чистый гол с этим с офсайдом венгера а если бы не был офсайда венгера если бы не было офсайда венгера это офсайд но так как на вас в лиге там был судья посмотрели там не было где линия это все там вообще не кажется что с нынешним качеством показа оно отлично даже с этим показом там видно было что есть голова который идет по пятке видно офсайд 100 процентов это я многие нововведения лиги одобряю но офсайд венгера я не одобрял с самого начала если ты его вел то надо же соблюдать эти правила надо стараться это делать просто я иду к пробки в несколько пilloги который・・・ altvenger должен можно уже соблюдаться он даже пафф с айда венгера offside стороны может соблюдаться только тихо давай все決е давайте calls ация ингиера может соблюдаться только с наличием нормальной техники где можно провести компьютерную с помощью компьютера из любой точки грамотную правильную проект сейчас такой даже такой даже Ну вот я не знаю, в Англии такое есть, да, там вот этот человек, вот этот человек, ну смотри, не пол, алипцир. Ну да, на асайпингере это когда есть зазор, вот смотри. Какой зазор? Нет, половина корпуса. С кем с вами веду голова и пятка? Вот это голова и вот на ногу идет. А кто с кем контактирует? Ну вот наш степ, игрок, который забивает, вот с этим человеком, у которого голова тут. Вот линия, видишь, поведена. Ну очень сложен там. Ну вот как будто бы, это либо сделано для того, чтобы заполнять время на конференциях, на споры вот эти. Асайпингера, это считается офсайд, когда есть зазор между игроками. Типа если между степом и вот тем защитником вот такое пространство. Он может вот с одной камеры у тебя быть этот зазор, с другой, с другой не быть. Вот, это реально определить офсайд Венгера, правильно Дима Егорович написал у себя в канале. Определить офсайд Венгера намного сложнее, грамотно его определить, чем, намного сложнее, чем обычный офсайд по старому правилу. Не знаю, мы всю жизнь играли так, это ты все равно держишь всегда эту линию. Как-то вот раньше же не было столько споров по офсайдам, согласитесь. Человек пошел, ты пошел, посмотрел. А сейчас реально, раньше ты посмотрел, все видно. Сейчас ты даже на повторах, люди ходят смотреть и не всегда могут все стопроцентно определить. Вот вы даже сейчас, посмотрев 100 повторов, сидите уже спустя два дня и говорите разные вещи. Отменяем. Мы заинтересованные лица, нормально. Все, отменяем или нет? Отменяем. Давайте отменим. Отменим. У чужих непопулярное мнение, ему понравилось, почему? Ну, потому что, не знаю, может чуть залазить, и больше голов будет. Конечно, споров будет тоже больше, но голов будет больше. Мы ради этого, наверное. Я думаю, в плей-оффе будет уже вообще что-то будет. Можно это отменить в плей-оффе, я согласен. То есть в группе я бы, наверное, оставил. Я не думал, что это долго проживает. То есть я старался этим, когда вот играл, я старался, ну то есть я держал это в голове, потому что я могу чуть-чуть залезать, и как-то вроде получилось. Но ты считаешь, что внутри никакого разлада нет? И что вот эта история с крапом, и то, что в итоге мы 10 недель назад сидели, и ты говорил, что это неправильно будет, если бы Жека возьмете на себя, а в итоге так и получилось. Грубо говоря, вот случилось вот такое, что мы за 5 секунд до конца пропустили красный мяч, из-за этого проиграли, и теперь ты можешь думать, из-за чего это. Ты можешь, знаешь, что-то брать, это там судьба. Либо ты живешь в мире, где это просто вот случайность произошла, это, ну, блять, случилось дерьмо, надо теперь от этого отряхнуться, надо сделать выводы, что надо реализовывать свои моменты, надо более фундаментально подходить к своей игре, то, что ты не должен расслабляться до последней секунды. Если есть красный мяч, остается минута, ты можешь, блять, не бежать туда вперед, а где-то подержать его, убить темп. Или ты можешь думать, ну, это из-за крапа, это из-за того, что то. Конечно, может быть, как-то это влияет, потому что игра у нас была не самая лучшая, но даже при не самой лучшей игре в целом мы создавали моменты, надо было просто их реализовывать. У нас не получилось, БАЗ до конца верил в свою победу и поэтому они выиграли. Думаю, что это хорошая встряска перед сезоном, сто процентов, чтобы, знаешь, вот это убрать себя. Мы двухкратные, мы только что обыграли ЦСКА, немного вот ребят припустить, что, типа, блять, пацаны, здесь со всеми надо будет считаться. Поэтому хорошая мотивация дальше исправляться и доказывать нашим болельщикам, что это случайность. Что с Тёмочем? К сожалению, вот это сильнее обидно, честно, чем поражение. Если бы было, если бы просто проиграли, это одно, а вот травму Тёмыча вообще выбивает из кельи, у него травма, он будет лечиться, как он говорил, там, у него кресты. Надеюсь, мы ему поможем всем. Вы ему оплатите всё? Сто процентов. И, там, если ему не будут платить зарплату, мы будем покрывать это. И максимально поспособствуем тому, чтобы он как можно скорее выздоровел и чтобы он вообще вылечился. Но это вообще пиздец, на ровном месте. Добавлю. Вот я тоже готов, да, Артему оказать помощь и медицинскую, и вообще, да, я готов восстанавливать его. У нас есть там этот мажор и всё. Созвонился, списался тогда с Тёмой тоже. Я ему дал контакт нашего доктора, он там поедет, ему наложники, должен был вчера поехать. Я говорю, если что, он там, ну, чтобы несколько мнений собрать, потому что можно ещё и консервативным путём вылечить его, ну, не делая операцию, насколько вот я знаю. У нас у Роберта, у Фионка также, и у Еловских Саши. Ну, а у Еловских сделал операцию, а у Фионок нет. И вот я сейчас с Пантерой тоже постараюсь как-то помочь, чтобы он восстановился. За эту благодарность. А всё-таки с Велесом вы договаривались о том, что он сыграет? Тёмычу, да, дали добро. Да, дали добро. Если он не выходит там, не играет, ему не нужно восстанавливаться, то он может спокойно играть. У Ростова ноль претензий? Братан, это я не знаю, мне как-то не звонил. Но у вас нет ощущения, что после этой истории, скорее всего, у него не будет профконтракта? Мне кажется, в любом случае, когда он восстановится, найдётся команда, которая будет заинтересована в его услугах, потому что у него опять-таки есть талант, у него есть все данные. Здесь уже, я не знаю, захочет ли, грубо говоря, как Ростов себя поведёт в этой ситуации. Может, они, наоборот, возьмут под своё крыло, скажут, да, ты молодой пацан, хотел везде играть, сделал ошибку, но теперь после этой ошибки ты должен понять, чем это чревато, и не делать больше таких решений. Никита, ты вот сейчас его спросил, ты, не знаю, не ответил, может, не услышал. На прошлой неделе говорил, что будет неправильно, если вы с Жекой возьмёте на себя этот груз ответственности за крапы. Финансовые. Финансовые, да, и это должна либо команда решаться, либо никто. А в итоге так и получилось. Ну, вот что не сделаешь ради того, чтобы оставить мальчишку. Да, я считаю, это, знаешь, неисправильно, но при этом из-за его косяка я с кайфом не отдам 500 тысяч. Знаешь, для меня это тоже будет пиздец, что Даня подвёл. И, как я вижу по нему, ну, на данный момент он такой, такой, брат, я не подведу. А вы, ну, рассчитываете, что он исправится? Честно, да. Потому что, ну, когда ты уже в такой яме оказался, мне кажется, надо уже потихоньку из этого выходить. Мне кажется, пару лет, мне кажется, это точно надо ждать. Сто процентов. Но поэтому, и говоря про разговор с Аланом, то, что у него был. В целом, если мы думали, если не удастся сохранить его, единственная команда, которую мы такие думали будет хорошо отпустить, это как раз вот к ребятам из БАСа. Поэтому и он в целом был, так сказать. Ему дали зелёный свет, и он чуть не сел в этот автобус. Фарм-клуб, получается, и для Тудроца, и для Амкава. Ну... Давайте теперь обсудим несколько тем начала сезона. Мы к нам. Хм. Подумаю. Спасибо. Ну, тогда у вас два привозных рутаря будет, куда столько. МФЛ переехал на Москвич. Как вам всем? Теп-стадион. Все же согласны. Да. Именно вот этот основной вообще. Вы, я понимаю, все-таки довольны, потому что у всех, когда ты на сцене делаешь. Я это был на маленьком, и там не так комфортно. Но при этом маленький, он лучше, чем луч? Нет. Нет? Нет, не лучше? По полю он лучше. По атмосфере? По атмосфере нет. Но по полю он лучше. Чем лучше. Само главное, наверное. Да, да, да. Но говорят поуже. Да, оно меньше. О, я знаю, как там играть. Но есть такой слух, что... У тебя есть инсайд. Да, есть слух про то, что, возможно, это вообще последний матч на москвичей. И мы на луч. Почему? Ну, нет. И, возможно, в Одинцово поедет. Мне... Вчера... Я вчера спросил об этом у Коле. В Одинцово? Коле сказал, что нет. В Одинцово? Нет. Коле сказал, что нет, что мы остаемся здесь. Просто вот там, касаемо натурального поля. Надо следить за тем, чтобы оно там не убилось. И поэтому вроде как... Там же дело не совсем в поле. Ну, вот... По инсайду открыть Севу. Да. Вот я слышал тоже... Я еще ничего не сказал. Севу. Слушай, поле, кстати, было лучше в состоянии, чем играли с десяткой. Потому что оно, во-первых, прошло недельку еще. Неделька прошла еще. Шикарно было поле. И вчера то, как его дождик полил, это лучшая футбольная погода. Самая идеальная футбольная погода. Я впервые играл на натуральном газоне. И как? Не передавая ему ощущения. Особенно, когда в подкат идешь. Просто идеально. Да. Вот. И что надо следить за полем. И вроде как в том числе и поэтому, возможно, в следующий тур обещают, что на этом натуральном газоне играться не будет. Выездной обещают тур. Насколько я знаю. Ну, плюс это поле... Ну, стадион в целом принадлежит Москому спорту. И на майские праздники там куча мероприятий запланированных. Типа, день физкультурника и так далее. То есть тут может накладываться. И, возможно, какие-то матчи будут не на этом стадионе. А еще какие причины? Финансовые могут быть. То, что дорого стоит аренда этого стадиона? Ну, достаточно дорого, да. Сколько? Я не знаю, сколько в деньгах это. Но он реально крутой. И по сравнению с лучом там и раздевалки хорошие. Трибунка хорошая. И раздевалки отличные. То есть классный стадион. Мне больше нравится вот это то, что зеркало над фанатами. Это прям офигенно. Классный стадион. Большой классный. Вторая тема, которая волнует болельщиков, это кинопоиск. То, что один матч в туре показывают эксклюзивно не на ютубе, а на кинопоиске, где нужна подписка. Но по промокоду, как я понимаю, это можно сделать бесплатно. У меня написало несколько людей из-за границы, которые просто говорят, что я не могу смотреть, потому что просто нет доступа. У меня бабушка не смогла посмотреть. Я вчера с телефона их матч включал. С телефона у меня не грудился их матч. А с компьютера уже все получилось. У нас у Богдана тоже с телефона не получалось почему-то зайти. Тут важный момент, Никита. А тут важный момент, что когда мы говорим, что мы всегда хотим обо всем договариваться, все такие, ой, блядь. А вот, блядь, важно договариваться. Говорят про то, что вы не хотите, чтобы ваш матч показывали на кинопоиске, либо хотите за это дополнительные деньги. Конечно. Почему? Потому что это эксклюзивная трансляция. Опять. Ну а какая вам разница, где это показывают? Потому что на ютубе наша аудитория, вот как мы видим по первому туру, вся зайдет, вся с кайфом посмотрит, а там уже какая-то часть. То есть вы чисто переживаете за аудиторию? За аудиторию и за эксклюзивность нашей трансляции. А если вам заплатят, то пофиг на аудитории? Погоди, 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 секунду, сейчас ты его можешь спасти случайно, подожди. Мне не пофиг. А как? Ну просто тогда это, ну у нас же матч с СК там был. Да. Ну да, и нормально люди зашли. А почему тогда на МФЛ нельзя? Потому что надо договариваться. Ага. Посмотрите, вы передаете права на трансляцию ваших матчей МФЛ. Какая вам в принципе разница? Нет, мы не передаем права, мы просто даем, мы участвуем в турнире. Да. И показывается это на канале лиги? Да. На бесплатной основе. А если это передается куда-то, то они за это получают деньги? Наверняка. Ну да, почему-то они должны тогда делиться. Ну короче, вопрос не в аудитории, а все-таки в деньгах. Ну когда правда ваш матч с ССК показывали на кинопоиске, ничего, ты же ничего не говорил? Сейчас, подожди Вань, подожди, извини пожалуйста. Ты же ничего не говорил? Не, ну здесь и то, и то. Ну что и то, и то? Тогда тот матч бесплатный нельзя было посмотреть на YouTube. Ну правда. Это будет легче, потому что давай, какой процент аудитории вы потеряете из того, что на кинопоиске будут показываться? Ну 5-10% людей не смогут показываться. Ну возможно 13. 15, да, 20. 20% не смогут посмотреть на кинопоиске. Если их любят команду, и он хочет посмотреть, он ее посмотрит. Не, ну я говорю, вот я их матч вчера включал. Вчера с Виньей Роти показывали наш футбол. Весь бар смотрел наш футбол. Недобная ситуация. Почему? Ну потому что ты немножко врешь. С чем? С чем? Потому что вы и так получаете гонорар за участник сезона. Сегодня стол был лучший в сезоне. Да. Вам и так платят. Зачем? Почему вы еще хотите? Потому что это эксклюзивные, ну если ты показываешь на кинопоиске и на YouTube, нету к этому вообще вопросов. Если ты эксклюзивно там показываешь, то почему? Ну в целом для вас-то какая разница? Вот лично для тебя. Ты и так это, то есть это же не показывают на вашем YouTube-канале, это показывают на YouTube-канале Лиги. Да, и в договоре мы как раз согласовываем то, что пусть показывают на YouTube-канале Лиги. Если идет какой-то другой сторонний ресурс, за который Коля получает деньги, то здесь должен идти процент, ну ты что-то продаешь, ты должен делиться. Окей. Ну логика нет, это в том, что… Нет, позиция есть. Я просто к тому, что когда ты сводишь это все, потому что я хочу, чтобы болельщики посмотрели, мне кажется, это немножко нечестно. То, что тут все-таки вопрос денежный и он логичный. Да, это первый пункт, второй идет этот. Да, потому что если бы это там был… Речь же условно потенциально о матче Тудроц, и именно матч Тудроц даст возможность кинопоиску дополнительно заработать, а соответственно там и Коле дороже продать все это. Ну да. То есть логика в этом есть, логика в этом есть, просто об этом тогда так и надо говорить. Если бы был товарняком Кал Тудроц и вам сказали, мы будем показывать на кинопоиске, и сказали, вот вам деньги, вы бы подумали о болельщиках или вы во второй план уже отодвинули болельщиков и взяли бы гонорары эти? Ну, хотелось бы тогда, чтобы мы сказали кинопоиск, давайте это сделаем так, чтобы если любой болельщик хочет с телефона зайти, чтобы у него была эта возможность. Вы понимаете, что если будет матч Амкал Тудроц, то будет большой приток болельщиков, поэтому настроиться так, чтобы все могли зайти и все работало. Да, ну то есть это другой уже вопрос, это вопрос именно по качеству стриминга, по качеству стриминга, чтобы все не весело. Эти вопросы были и на нашем матче, да. А ваш матч с ЦСКА, который вы играли, который показывали эксклюзивно на кинопоиске, вы получили что-то за это? Нет. Тогда тебе это не кажется? Потому что это возможность играть в ЦСКА, ЦСКА об этом договаривались. Мы пытались там найти кого-то контакты, но там... Чтобы тоже чуть-чуть отхватить. Ну, чтобы хотя бы узнать, как это, почему. Давайте чуть еще коротко по МКС. Я понял, что вы хотите? Очень хотим. Вы хотите МКС? Слушайте, мы готовы играть там, где нас позовут. Мы готовы везде играть. Мы уверены, мы не будем... Финализируете по МКС, как я понимаю. Да. Договариваться. Ну, типа, прям... Почти уже договорились. Ну, я думаю, Герман захочет сделать это красивым анонсом, поэтому пока договариваемся. Мы договорились. Он мне уже все сказал. Амкал играет. Амкал играет? Да, точно. Точно? Точно ужасно. Я не знаю, как он уговорил вас. Сколько заплатит? Нормальный котлет. Окей. Эксклюзивно на Ручьюбе будем. Нет, тут еще, кстати, по трансляциям есть тема, что... Картава сказал, что полуфиналы и финал покажут на Матч ТВ. Если вы будете там играть, ты будешь просить за это тоже какие-то деньги? Опа. Мы уже об этом всем в целом с ними договорили. По словам Коли, на Матч ТВ это будет на бесплатной основе. Мы договорились, что мы не входим в полфинал. Мне говорят, что это, типа, федеральный канал, что это идет на... Нет, но это статусная история. Как будто бы тут больше... Но при этом два года назад, когда было такое, что Матч ТВ был готов платить за матч Тудро Цамкал. Где-то два года назад эта история была. Как раз вот 2 мая там были разговоры. Вообще Матч ТВ задумывался о том, что в принципе права покупать. Ну да, когда ты покупаешь права... Но этого не произошло. В Англии же дают командам отчисления. Ну как раз с этого это вообще основной доход клубов. Во многих странах. Во всех, можно сказать. Топ-5, точно. Ну и в России сейчас с нового контракта клубы получают хорошие деньги от Газпром Медиа. То есть все получают, а мы тут должны просто показывать и бесплатно. Эксклюзив. Ну... Нет. Ну вот. Ну типа пока мы еще... Чуваки из интернета, которые... В принципе это и в интернете набирает обороты. Покупка прав вот этого всего. То есть по сути история с кинопоиском это оно и есть. Просто медиафутбол на телеке это пока еще не частая, не постоянная история. И тут это все притирается. Так же как, ну условно, приход денег в медиафутбол. Три года назад этих денег в медиафутболе не было вообще. Ну по сути, по сути. Кроме там, да, спонсорских каких-то интеграций в челленджах и так далее. Вот. Сейчас этих денег стало в разы больше. Так же и с телевизионными контрактами и с стримингами платформы. В медиафутболе по сути, ну в МФЛ по сути каждый матч это дерби, но у вас будет особый матч с Би-Би Ги. Я правильно понимаю, что скорее всего он пройдет на открытие арене? Слушайте, ну уже инсайдерская информация. Там Серега Кучер, наверное, уже много где рассказал эту историю. И на жеребьевке, насколько я помню, говорил. Да, у нас шестой матч с Би-Би Ги. И есть уже предварительная договоренность, что матч пройдет на открытие арене. Круто. Это первое. И второе. Есть вероятность, не знаю, насколько она там, правильная, неправильная или верная, точная, не точная, что будет возможность, что за Би-Би Ги сыграют и Соболев, и Промес, и Джики. А за народную сыграют некоторые игроки из Спартака. Это круто было бы очень. Вчера, в которую пришли ребята молодые, в том числе Литвинов. Я думаю, что есть время, что эти ребята могут играть. Это потенциально мощное привлечение новой аудитории. Послушайте, да, я тоже хотел высказаться. Раз я впервые в такой аудитории, программы и так далее. Многие не хотели нас видеть, либо не понимали, зачем мы приходим и так далее. Я считаю, что для развития данного шоу, программы, футбола вашего, медиа, футбола нашего уже, можно так сказать, мы приводим тоже какую-то некую аудиторию. У меня вчера на футболе было мама, теща, жена, сестра, дети, племянники. То есть порядка 12 билетов я отдал на семью только. И порядка 40 человек, у меня друзей, которые до этого вообще не смотрели футбол-медиа. Они не знали что-то такое. Но они пришли поддерживать. И теперь они меня лайкают в канале и так далее, поддерживают. Поэтому я считаю, что мы привели, все равно что-то мы привели, аудиторию новую. И я считаю, что это классно в первую очередь. Я вообще не понимаю, как вам удалось убедить активных фанатов то, что это здорово. Потому что я и в РПЛ работаю, и я понимаю, что у большинства болельщиков максимально консервативная реакция на медиа. Очень тяжело. И когда репост Спартак в канале сделал себя по поводу афиши нашего матча с Амкалом за неделю, может в понедельник или во вторник был, я читал эти комментарии в канале. Кто-то там, а что это за народное. То есть люди какие-то тоже немножко не понимают. А потом про меди футбол, а это эти клоуны, эти всякие блогеры, грязи и так далее. С одной стороны, я их понимаю в целом. Кто-то живет в своем мире. Никто никого не заставляет идти. Да, мы реализовали свою квоту активным болельщикам, которые братишки, друзья. Там много лет мы знаем друг друга. Это в основном масса людей. Там была больше билетов. На команду разошлось 500 билетов. На команду, на нашу команду было 500 билетов заказано. Плюс знакомые, друзья и так далее. Слушай, ну им интересно тоже стало. На футбол сейчас нельзя ходить. Ну как нельзя, можно, но есть бойкот, фанайди. Мы придерживаемся своих каких-то неких принципов и так далее. И что людям делать? Хоккей закончился. Спартак вылетел. Вот сейчас регби сегодня. Там много болельщиков тоже Спартака пошли. Меди футбол. Ну футбол всегда у всех любимый вид спорта был. Поэтому, слушайте, вот так и пришли. Надеюсь будут ходить, если будут. Адаптируются. Адаптируется народ. У нас долго запрягают, быстро едут. Так что, я думаю, они быстро адаптируются. Трибуна активных болельщиков Спартака на открытии арены закрыта уже год. Я правильно понимаю, что если будет этот матч, то болельщики вернутся? Слушай, ну я не говорю… Три-четыре тысячи точно придет. То есть, это будет афиша, матчи. Это будет прекрасная погода будет уже. То есть, это будет лето. Поэтому, я считаю, что очень много придет людей. Холик говорил, что он рассчитывает чуть ли не на 1025. Слушай, ну там же, наверное, какое-то есть ограничение. Насколько я помню, я ходил на Бейсмент Туберотс в финал в том году. Там ограничение было, по-моему, 11 тысяч болельщиков. Да. Я думаю, что правоохранительные органы, опять же, не дадут возможность нам провести в таком масштабном варианте. То есть, я думаю, что… Вроде, 25 – это как раз максимальное… Ну, я, честно, не знаю, но будем надеяться. А почему так? Что за причина? Мне кажется, они могут разрешить, но тогда надо будет больше стюардов, полиции и так далее. Это, наверное, больше затраты, возможно. Да, да. Есть в этом плане. Да, я думаю, что из-за этого техника безопасности. Я очень кайфанул с начала сезона. Я рад, что мы наконец-то начали. Мне кажется, получилось очень огненно. Потому что было столько скептиков, которые говорят, ну все, ну все. Так скептики всегда есть и будут. Медийный футбол сейчас точно умрет. А мне кажется, такой крутой старт. Ну, это прям было очень круто. Я пропустил два матча РПЛ. Впервые, наверное, за просто кучу лет. Я не поехал, потому что я понимал, что тут я точно больше кайфанул. Я думаю, вам тоже понравилось. Я после Спартака включал матч Тудроц и БАС на телефоне. Понимаете, во что приходится мне? Пришлось мне вот вникнуть так, что я весь в этом медиафутболе уже. Ежедневно. У меня жена говорит, может, мне время уделить. Поэтому интересно все равно. Я считаю, что начали тоже хорошо. Поэтому дальше будет лучше. А что, на Сахалинце всем похуй? Да, я думаю, можно зафиналить этим. Много вопросов по Сахалинцу, потому что мало медийных персонажей и дали нескольким профикам медийный статус. Это в комьюнити у всех возникли вопросы. И Брейн, который патроллил болельщиков сегодня собрал четыре с половиной тысячи клоунов. Это просто рекорд. Поэтому, Никит, я думаю, тебе есть что сказать. Здесь просто странно, как именно действующие игроки в ФНЛ-2 могут получать статус медийный. Ну, ладно из РПЛ, знаешь, ну там Промис приходит в медиалигу. Ну, если ходит медийный по нашим меркам, а так... Еще аргумент игрока Сахалинца типа, посмотри на состав Амкала, Посмотри на Тудроц, но здесь, можно сказать, это пацаны, которые как раз нигде не пригодились в ФНЛ, два в том же ФНЛ и получили как второе дыхание. И тут потихоньку-потихоньку кто-то не сразу получил медийный статус. Кто-то давно как там чужой в этой игре и имеет этот статус. Поэтому вот так вот просто дать команде, чтобы она существовала, это странно. Ну, вот они взяли Яроша, взяли Дехтера, ну пусть тогда они играют, да. Просто получилось еще так... Гранату, наверное, вопросов нет. Нет вопросов в гранату. Гранату нет, наверное, вопросов. А кто такие вот это Васиченко, Рубцов... Сто процентов. И я Станаса могу понять, который говорит типа, блядь... Получилось так то, что деньги один из фаворитов вообще сезона считался. Они усилились после прошлого сезона, и тут просто получился разгром. Да, типа, челы снимались в ролике у Литвина, ну... Мне кажется, невесомый аргумент, чтобы выдавать медиа. Как будто бы наоборот должен быть спрос. Даже посерьезнее, может. Ну что? Ну, со статуса медийных. То есть, условно, все ждали, что, не знаю, будет прям эпик, что будет куча блогеров играть за них, друзей Литвина, а получилось... В итоге 10 тысяч зрителей. Мне кажется, самое интересное, что Брейн даже не скрывает. Он просто говорит, у нас это, что-то 5 матчей без побед в чемпионате, поэтому мы здесь будем выигрывать. Ну, типа, прям в открытую. А я вот, ну, все набросились, там, на Колю Осипову. То есть, это, получается, его, как бы, инициатива, вот, раздача этих медиа... Ну, это делает, как бы, КДК. Ага. Делает... Коля входит в КДК, да, по-моему? Да, да. КДК. К это Коля, вторая К это Картава, да? Дима. Коля, Дима, Картава. КДК. КДК. Понятно. Короче, да, это они раздают эти статусы. То есть, это вопрос к лиге, но мы до сих пор не видели, кто именно является медийным, а кто нет. Потому что... Ну, может быть, обещали. Да, обещал Картава ко второму сезону. Может, Сахалинец обещал. К второму сезону. К второму туру. Сахалинец обещал медийных, наверное, но не подвезли пока. Ну, я надеюсь, что до второго тура это будет обмульковано, потому что... Ну, реально, это будет... Я прямо уже предвкушаю... Окей, но это опубликуют? 100 видосов. От Сибача. Из них 5 у Сибача, да. И дальше там Фикус, Егоров и погнали. Знаете про статус, что сам меня бесит? Так. Да реально, вот почему? Вот объясните мне вы. Ну, надо у Коли это, конечно, спросить. Ну, ладно, сейчас пока вы мне объясните. Почему у вратарей, сука, без статуса? Ну, в чем суть? Ну, типа, в чем суть? Потому что, мне кажется, ну, это... Ну, это вратарей. Было бы больше профиков, знаешь, ну, вратарь там, который, ну, условно, там, броу, как в прошлом сезоне, пришел с Дириков. Ему бы дали статус изначально профик. А из-за того, чтобы не... Еще сильнее, как бы, не усложнять командам жизнь, они такие, блядь, ну ладно, все вратари медийные. Не, все вратарь... Вратарь это просто не люди, ты не понимаешь? Они не медийные, не нейтральные, не профики. Это люди, сука, без статуса. Просто, ну, пускай тогда вратарь будет либо с нейтральным статусом, но либо, если он, например, там, медийный, хотя бы, чтобы у него была возможность иметь медийный статус, чтобы он был вот тем самым третьим медийным, если, да, вдруг недобор по медийникам. Хочешь побольше профиков до Амкалиша был? Да. Ну, Амкала там, я вчера решил посчитать количество профиков. У нас, я не знаю, кто у нас с профстатусом вообще-то, два человека, наверное, было. Вот и Май был, и... Я не знаю, кто еще у нас был на колес профстатус. Картридж, да? Картридж уже, наверное, нет. Ну, какой? Ну, то есть 7000 телега, он реально ведет... Картридж ведет ВК. Это самый активный, реально, автор своего ВК-сообщества. Одноклассники, кстати. Короче, я реально не понимаю, это прям надо обсудить. Ну, ладно, и вот с Колей это лично обсудим. Я думаю, да, в ближайшее время Колю позовем тоже за стол, и все нюансы эти обсудим. Второй тур будет интересен. Да, говорят, что может быть в Саранске, да? Да ладно, это возможно. Ну, не все матчи, я так понимаю. Несколько матчей на вот этом стадионе Чемпионата Мира в Саранске. О, круто. А тебе еще выезд в банкет? Вроде как народная должна оплатить. Окей. Мы на метро добираемся, ты видел? Ну, я знаю, как раз. Красиво, красиво, да, было. Так я тоже. В костюмчике. Заканчиваем. Спасибо всем. Спасибо. Стоп кадр. Стоп кадр. Стоп кадр. Стоп кадр. Стоп кадр.